доброго времени суток друзья я проснулся после очень тяжелой трудовой недели если помните этого прошлой серии мне пришлось вернуться в автобусный парк потому что работа на которую я устроился автомеханика оказалась полным говном поэтому я выспался я бодр и готов трудиться дальше хочу вот сейчас в своем доме посмотреть телевизор а чё там показывать кстати показывают ролик r-зона такой я вам скажу недооцененный гений жалко что его очень мало смотрят ну ладно пускай пока ролик идет расскажу вам кратце что было раньше если кто-то не смотрел а я устроился здесь на работу от работы работал в автопарке устроился почтальоном отработал почтальоном повысил свой уровень и устроился на следующую работу следующую по классу работу но работа оказалась полным говном мне пришлось вернуться обратно в автобусный парк там-то мне и пришлось отработать целую неделю без выходных без проходных но зато теперь у меня больше опыта и я могу уже устраиваться на другие работы ну и у меня и появилась какая-никакая денюжка который мы тоже сейчас наверное на что-нибудь потратить денег немного но что-то мы все равно сможем приобрести вот кстати ролик уже подходит концу свадьбу какую-то показывает молодец жаль что у него мало просмотров недооцененный недооцененный талант я вам скажу ну и ладно в общем то давайте продолжим ну и как я уже сказал у меня появилась какая-то денежка все-таки не зря неделю впахивал давайте купим мебель мебель как видите можно покупать через телефон покупается она через телефон и сразу доставляется на дом и вот как видите у нас появился шкаф но вот друзья с установкой этого шкафа у меня были крупные проблемы мебель с икеи собирается проще чем установка этой мебели в этом доме блин накрутился ну вы видите в правом нижнем углу то что надо проделывать какая механика установки мебели ну вообще не самая простая мало того есть даже выбор скорости передвижения этой мебели и причем на высокой скорости вообще невозможно поймать точку на самом деле бредовая бредовая идея бредовая затея не могу понять почему нельзя было вывести это хотя бы на правую клавиатуру цифровую чтобы там это все делать потому что ну столько переключений постоянно как видите у меня он исчезает появляется очень сложная механика я намучился честно скажу вам нос очень долго и устанавливал но в результате мне все-таки удалось его победить я его поставил вот так вот он у меня немножко заходит на за перегородку за кухонную но я это специально не то чтобы я это ошибся это я специально сделал чтобы он был так видите где пол очерчен чтобы был под лицо кухни ну и все теперь в конце концов я могу всю одежду все что у меня накопилось за это время все что мне подарили теперь я могу положить в этот шкаф осталось купить еще вещевой шкаф ну там еще есть оружейный шкаф еще очень есть какие-то виды бебели но этим займемся потом потому что сейчас у меня уже денег на это не хватает сейчас пойдем работать ну а я пока переложу всю шматье свое то что мне подарили то что удалось разжиться в этот шкаф но в будущем если конечно задержусь в этом штате я планирую еще и купить себе рабочую одежду и если уже выходить на работу то буду брать отсюда рабочую одежду и в ней ехать на некоторых видах работы дают как вы видели в почте дают свою одежду и еще там есть ряд работ в которых дают свою одежду но например в автобусном парке одежду не дают поэтому туда можно чем-нибудь купить чтобы было более антуражно атмосферно что ли ну и удобно работать конечно дальше я пошел устраиваться на новую работу вернее на работу то я уже устроился просто дошел до этой базы база находится недалеко я дошел пешком пообедал в нашей кафешке расположены на этой же базе ну и пошел так сказать уже действовать есть легкий мандраж работа незнакомая я не работал на грузовиках поэтому это будет мой первый подобный опыт ну и давайте вместе со мной поездим посмотрим что это за работа такая действительно очень интересно машина большая а еще к ней надо цеплять трейлер где брать трейлер где брать работу пока ничего не знаю но с помощью планшета мне удалось выяснить что заказы надо брать через телефон чем я сейчас в общем то и занимаюсь тут вводим необходимую комбинацию и у нас появляются заказы сами же заказы выскакивают сразу же на телефон но что обозначают эти нелепые надписи для меня загадка до сих пор какие-то гаечные ключи монтировки пицца что это значит я не понимаю стоит какая-то сумма в планшете было написано что будет варьироваться заработок от 1000 до двух с половиной тысяч где это написано и как это понять абсолютно не знаю есть какие-то надписи как вы видите на телефоне что они означают абсолютно непонятно наверное это какой-то вид товара ну или можно было бы написать какой-то вид товара но тут написано какие-то вот просто слова и все ну ладно нажимаем на какое-то слово как видим прокладывается маршрут ну и все выдвигаемся ну и как уже из этого можно понять есть два направления это первое направление мы едем получать груз то что мы сейчас занимаемся у нас проложился маршрут и это будет база загрузки дальше мы уже поедем на точку которую нам выдаст эта база загрузки и повезем тот самый груз который я так и не понял зачем я еду что эти за слова такие ну абсолютно для меня непонятные но сейчас мы едем просто получать груз потом поедем его отвозить и что будет дальше я еще не знаю ну давайте разбираться сама же база как вы видите находится недалеко как раз в том городе поле то бы где я и живу раз вот примерно напротив моего дома через две улицы переходишь и мы уже на работе можно так сказать ну давайте подъезжаем все будем смотреть что здесь действительно очень интересно но здесь мы видим крупную надпись взаимодействия начнут посигналить нет не работает значит надо выйти хотя вот здесь есть конфликты когда я выхожу из машины мне предупреждение что мне нельзя выходить из машины у меня есть три минуты чтобы зайти обратно ну ладно давайте взаимодействуем так ага интересно товар еще не готов ждите блин ну вот я даже и не знаю почему не готов ну мне топливо не оплачивается поэтому я заглушу двигатель ну давайте ждать три с лишним минуты ну и надо признаться что как вы видите на базе очень пусто даже потрещать то не с кем достаточно скучно три минуты в реальности это ну очень быстро три минуты это незаметное время но в игре когда ты сидишь и тебе делать нечего и даже из машины нельзя выйти потому что как раз таки три минуты тебе ограничения кстати зачем такое ограничение введено для меня тоже загадка очень время тянется очень очень долго и ночь заняться нечем не с кем поговорить даже скучно достаточно скучно ну ладно время на мой взгляд уже вышло пойдемте проверим что нам сейчас скажут а нам говорят что груз уже получен как он получен кем получен ну я не понимаю где мой груз что мне надо сделать бог вот я не знаю стояла там это шаланда или нет но давайте подъедем посмотрим похоже вот это и есть мой груз я видел что такие грузовики ездят с шаландами скорее всего вот это и есть моя шаланда но вот опять как я должен вот об этом догадаться я и чисто интуитивно берут эту вот шаланду и ну его в общем то побегал посмотрел я просто видел что на проекте ездят такие грузовики с такими шаландами но никак не на карте никак это не помечено как об этом узнать вот бог узнает господа но вот вы делаете такие вот проекты но надо же такие вещи продумывать то еще и спрятали ее хер знает куда я это просто говорю потому что ночью я попробовал поработать этим вот водителем и я уехал без нее видимо она тоже была где-то спрятана где я не я ее не увидел мне написали что вы уже получили я уехал приехал на точку мне говорят а где шаланда блин ну бред же ребят бред действительно как об этом надо догадаться даже на карте появится метка с твоим грузом что это такое узла не хватает серьезным но надо сказать что несмотря на эти косяки что в телефоне непонятно что ты берешь какой груз где эта точка на которую тебе ехать далеко она или близко невозможно выбрать какую точку ты поедешь за грузом нет никакой вариативности то что предлагается и надписи эти ключ гаечный монтировка пицца что это обозначает бог его знает несмотря на тот косяк что когда ты получаешь груз тебе говорят что ты его уже получил а где шаланда ее не видно и видите ее зачем-то прячут куда-то за угол много косяков но тем не менее несмотря на это все работа очень интересная на ну как видите такая антуражная красивая да есть еще один косячок что несмотря на то что я сейчас еду и у меня шаланда стоит ровно другие же игроки видят ее из рассинхрона такой более лаганый она дергается вот это именно по этой причине кстати нет такой механики в армии потому что там шаланда убивает грузовик и водители тоже из-за вот этого же рассинхрона ну а так в принципе работа прикольная интересная есть чем позадиматься да вот есть эти базы едешь разгружаешься ну и само управление грузовика в гтшке мне нравится в отличие от легковушек грузовик так резко не поворачивает он такой более плавный поэтому мне нравится как управляется грузовик и можно ездить от первого лица ну и вот мы уже добрались вот наша точка это оказалось заправочная станция но и видимо здесь рядышком магазин поэтому мы привозим груз сюда все груз исчез значит мы получили свои денежки и груз считается доставленным дальше опять в чате вводим команду и появляется телефон ну вот хоть убейте меня но я не понимаю что обозначают эти слова почему когда я меняю эти слова ничего мне не объясняющие сумма не меняется как я должен понять где находится эта база на которую я поеду могу ли я ехать на эту базу без заказа через телефон или обязательно надо сделать заказ или можно сделать заказ прямо на базе что обозначают эти слова пицца фонарик монтировка что это блин обозначает как поэтому ориентироваться тыркаешь на самом деле что попало вот я что-то выбрал видите проложился опять маршрут маршрут проложился через весь штат я это все расстояние поеду сейчас порожняком друзья мои но это вообще не серьезно абсолютно не серьезно на одном из своих обзоров я показывал что работа дальнобойщика сделано так что ты приезжаешь на точку и следующий заказ у тебя буквально там доступности 300 500 максимум километр но здесь же мне надо сейчас проехать свыше десяти километров просто порожняком где логика ну друзья мы ну где логика и ладно если бы это была самая высокооплачиваемая работа на проекте и это было бы еще ну хоть как-то приемлемо но это не самая высокооплачиваемая работа поэтому ну в общем я сделал еще один рейс как видите вот прикольная кстати . видите туда надо сдавать задом но можно конечно передом заехать но более красиво и энтуражно заезжать задом конечно же поэтому я как рпшник блин заехал сюда задом прикольно прикольно вот точка доставки вот это по крайней мере мне понравилось что я привез понятия не имею как выбирать эти точки абсолютно непонятно но выглядит здорово вот загнать такой видите узкое место шаланду можно было бы конечно и передом заехать ничего страшного большинство так и делать мне больше нравится так работа сама по себе прикольная но вот эти вот порожние перегоны длительные порожние перегоны и низкая по сравнению с инкассаторами зарплата конечно же мне выбило поэтому я сделал вот этот вот последний свой заказ и все я поехал увольняться буду переходить на работу инкассатором там мне кажется получше а вот кстати и мой будущий коллега ну ладно поехали ставить грузовик и надо увольняться переходить на новую работу там в городе я зашел в мэрию переоформил свое трудоустройство взял в аренду вот эту машинку и приехал сюда обратно к себе домой вы знаете друзья разница просто колоссальная здесь так спокойно и хорошо в городе шумно все толкаются гоняют здесь вообще я отдыхаю на самом деле хорошее место вот это вот у полета б городочек спокойный замечательно надо зайти домой забрать деньги и поехать посмотреть какие есть машинки могу ли я уже что-то себе позволить поэтому сейчас я быстренько заскочу домой посмотрю не покажу вам где деньги прячу поэтому даже не подсматривайте заберу свою нычку и поедем смотреть машины так мы все нычку свою я достал денежки теперь есть будем смотреть какие у нас самые дешевые машины я уже одну присмотрел не знаем денег должно хватить она по моему стоит двадцать одну тысячу ну поехали в магазин здесь у меня слава богу есть два магазина это вам не какой-то там захудалый городишко город очень хороший все есть у нас все под рукой и работа и машины магазинчика к сожалению нету приходится ездить соседний город за продуктами а так вообще замечательный город серьезно мне здесь нравится ну давайте уже выезжать в магазин будем смотреть ну как я и сказал магазинов у нас два но нам конечно с доступен только с дешевыми машинками вот с этими и здесь есть на что посмотреть но по деньгам не подходит одна даже не столько по деньгам я бы еще подработал накопил бы на нее вот эта машинка и вот эта машинка мне очень нравится но вот это нравится мне гораздо больше двадцать одну тысячу стоит вот идет я и хочу купить прикольно согласитесь выглядит да такая нестандартная вообще интересно но этой модели больше нет на складе что что опять происходит о чем мне не везет то нифига я попробую заехать ночью может быть ночью я вот кстати не знаю кто за это отвечает и и этой модели вообще в принципе нету или просто владелец магазина не завез а когда будет так что-то мне сегодня день какой-то вообще не прет ну ладно я как и обещал сел на другую машину теперь я работаю в инкассации мне кстати здесь выдали форму форма прикольная но и работа я вам скажу не бей лежачего если вы видели когда я работал о вертолет нормально это я знаю эта организация называется ангелы они патрулируют небесное пространство этого штата посмотрите какие суровые ребята там служат он даже двигатель не запускает он просто усилиями воли держит вертолет в воздухе ему не нужен не винт ничего вот такие вот железные парни там служат им даже оружие не дают они морально уничтожают население вот видите как он летает здорово вот такие вот ребятки здесь но и вернемся к нашим проблемам к нашей работе так если вот кто смотрел когда я работал в почтовой службе и развозил посылки то это в принципе один в один только вместо посылок здесь мешок с деньгами ну и форма немножко другая но и вместо мини купера дается вот такой тяжелый грузовик а так все то же самое подходим сдаем деньги все но есть еще один плюс можно сразу же заработок положить тут же в банкомат который ты привез деньги а так в общем то это все та же самая работа почтальона точно также ездишь по точкам точно также разводишь и вот опять хочется спросить да ну где же тогда логика работа дальновойщика связано с тем что ты берешь заказ прописываешь в чате едешь на точку цепляешь шаланду с этой шаландой едешь на разгрузку сбрасываешь шаланду возвращаешься на порожняком причем возвращаешься на точку загрузки и проходишь опять вот этот весь цикл здесь же ты ездишь от точки до точки в общем то как я сказал начальная работа почтальона то же самое но почему эта работа оплачивается хорошо а работа дальнобойщика ну не самая хорошая но не логично же это дальнобойщику приходится работать гораздо больше и она должна быть самая высокооплачиваемая а не вот это следующее в этой работе даже не надо ездить загружаться деньгами просто сел в машину и если у тебя есть например сутки ты можешь сутки ездить деньги не кончаются только топлива поправку под заправлять и все не помню на каком-то из проектов я работал такой же должности но там было ограниченное количество поставок то есть там вам давалось десять поставок потом тебе надо было возвращаться в центральный банк и опять загружаться там был процесс загрузки ну достаточно интересно было выполнено по крайней мере лучше чем вот то что я сейчас вернее на той работе на которой я работаю сейчас не то чтобы лучше для меня то конечно же это лучше чем сел и давай деньги зарабатывай но как я говорил что это же ну нелогично это должна быть работа стоять перед дальнобойщиком потому что у дальнобойщика гораздо больше занятости гораздо больше всяких манипуляций надо проделать и очень большие пробеги поэтому я считаю что работа дальнобойщика должна оплачиваться гораздо лучше чем вот это Но я буду работать на этой работе, потому что она здесь самая лучшая, и она самая негеморройная. Поэтому я продолжаю работать на этой работе. Ну и как я обещал, надо заехать, посмотреть, не появились ли в магазине, в котором мы были, тот самый автомобильчик, которого не было на складе. Может быть, спустя какое-то время его туда завезут. Так что надо заехать, обязательно посмотреть. Ну, а работал я в тот день как передовик производства. И уже ночью, делая свой последний заказ, заказ у меня был как раз в мой город, в Палета Бэй, и я пользуюсь служебным автомобилем, заехал опять в этот магазин. С надеждой, что завезли наконец туда эту модель. Ну боже, как же я ошибался. Модели как не было, так и нет. И я серьезно, я не понимаю, в чем проблема этого проекта. Почему нет машин? Я не знаю. Ну ладно, я нахожусь рядом со своим домом, поэтому поеду-ка я спать. Нам еще надо заработать кучу денег, еще надо купить мебель, и надо купить шмотки, и может быть, переехать в другой дом. Ну, об этом всем давайте поговорим в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok